Кроме того, Салахов Вы смотрите, какое пятно, какая композиция, как о многом это говорит. Оказывается, у вас в 60-е, кроме пропаганды, была настоящая живопись, прекрасная работа. Мы надеемся, что наша выставка поможет американцам отойти от стереотипов о социалистическом реализме. Человек не знает, где у него будет удача, а где будет эта удача отсутствовать. КОНЕЦ Каждый раз я приезжаю в Баку, перед отъездом я обычно и по приезду или по отъезду обязательно бываю на кладбище. Сегодня я был на кладбище, вот, у матери, там, где два брата мои похоронены. Ну, мать – это все, и тут... Единственное, я удивляюсь вот ее подвигу, как матери, которая вырастила в тяжелые годы, вот, довоенные годы, оси военные, в такой тяжелейшей обстановке вырастила вот пятерых детей. У нас ничего не было. И, откровенно говоря, она вот сумела своим трудом, вот, она работала и где-то создала вот эту атмосферу, знаете, любви к ней. Вот эта намечательная женщина, Сунахану. И все мы старались ее обрадовать, чтобы в конце жизни она была счастлива. Мы жили молчаливо, потому что 20 лет, когда мне один человек не пришел, не было у нас в доме, мы не были окружены вниманием, мы не были, вот, соучастниками этой жизни, мы были отброшены в совершенно другую категорию людей, с нами не здоровались и не общались. Все это было гораздо сложнее психологически. Поэтому в этом отношении каждый день в жизни был для нас подарок. Подарок. То, что произошло с моим отцом и с семьей нашей, это все остается. Чувство вины, оно всегда присутствовало. И самое главное, только надежда была на самого себя. Самое главное, что это не озлобило нас. Наоборот, это дало возможность где-то понимать людей, чувствовать людей в любых обстоятельствах. Я в Баку приехал в 57-м году после учебы. Здесь же в 58-м году состоялся съезд, и меня избрали заместителем председателя Союза художников Азербайджана. И я втянулся вот в эту общественную работу. В 73-м году в Москве, я будучи делегатом от Азербайджана на съезде художников в СССР, меня избирают там на пост первого секретаря Союза художников. Это я не уехал из Баку, меня избрали там. Когда говорят, вот он уехал, это не про меня. Это не про меня. С вактой у меня дипломная работа была. Ремонтики были написаны, связаны вот с моими чувствами. Вот проведено на нефтяных камнях месяц-два я жил среди этих людей. Какие там краски могут быть? Суровые краски, суровая жизнь. Вот у меня портрет нефтяника, у него был красный муштук. Из-за этого красного муштука я и написал этот портрет, потому что вот сочетание лица темного и этого красного дало решение соединения черного, белого и небольшой дозы красного. Она дала, видимо, акцент какой-то, и все это состоялось. Вот внизу у меня в мастерской висит этюд с натуры, который я сделал с кораблью фасовича. И я был у него дома, я пришел с холстом, с красками, и он мне позировал. На фоне рояля, когда он сел обыкновенно, это меня не устраивало. Я попросил тогда его, может быть, корабль у вас есть белый свитер? И он сказал, да, есть. Но, говорит, Татьяна Николаевна мне выдает их по праздникам. И когда он надел свитер, знаете, все состоялось. Черный рояль, здесь белый свитер, и вот эта пружинистая спина. На рояле лежали ноты какие-то, и там красная полоска. Но я замерял эту работу, потом, по золотому сечению, по математике. Видимо, по чувству, я сделал один к одному. Расработал еще, это в другом ключе я сделал портрет. В 98-м году я здесь вот познакомился в Баку, я ходил на его мастер-классы. Вот, и потихоньку я работал. Знаете, делал какие-то наброски. И потом я его попросил, и он мне позировал. Позировал вот здесь вот набросок, первый набросок этого портрета. Я писал вот портреты выдающихся людей, вот Дмитрия Шостаковича. Замечательный вот портрет моего друга Бориса Ефимова. Вот, я писал портрет нашего замечательного поэта-сатирика, Мирза Аликфер Сабирова. Вот, я писал портрет Расула Рзы. И я дружил с Викретом Амировым. И было прекрасно, что я написал его портрет. Кара-Караев в белой рубашке, а он в красной. Вот этот балет, который мы недавно создали. И это было приятно. Общественная работа, она всегда меня обогащала. Это встреча с людьми, это поездки, это знакомство с новым миром. Все это очень интересно, и все это играет, оказывается, роль. Каждый человек держит вот этот вот баланс между делами своими, творческими, и между общественными встречами, которые происходят у него в жизни. Нельзя так думать, что если я не пойду на какое-то общественное мероприятие, то я что-то большее создам. Не бывает такого. Я иногда ухожу, и надолго, и неделю, месяцами, вы не сможете меня найти, потому что идет творческая работа, и серьезная. Поэтому в этом плане, я хочу сказать, надо умело совмещать это все. Вот этот портрет, который здесь висит, вот, я в прошлом году написал. Варвара Ханон, моя супруга, и... Я сделал с нее набросок, и этот набросок потом увеличил. В новом качестве я ее вижу. В новом. Какой-то или классика интересная, или само движение, знаете, необычное. Женская красота – вечная тема. Вечная тема. И эта женская красота относится к категории «вечную». Прикоснешься, я думаю, можно потерять и интерес. Поэтому в этом отношении это прикосновение для того, чтобы узнать. Вот. И почувствовать. И, видимо, вот это вот понимание формы, понимание красоты природы. Это великая задача. Я исхожу из этих позиций. Кайдан, например, она неожиданно пришла ко мне в мастерскую, когда я работал совершенно на другой вещи. И она была вот так одета. И тут же было принято решение ее написать. Этот портрет, вот, он висит там, в Третьяковской галерее. Не зашла бы она, не поднялась бы ко мне в мастерскую. Неизвестно. Когда меня попросили вот Академию художества о том, чтобы помочь им, я с удовольствием это делаю. Я каждый год приезжаю уже, пятый, шестой год, веду вот государственные экзамены. И мне приятно. Мне приятно, что будущее азербайзанского искусства будет находиться в надежных руках. Годы уходят. И, откровенно говоря, иногда думаешь, вот общественная работа, творческая работа, вот это вот, как это совместить. Но я вам скажу, нужны были какие-то моменты осмысления пройденного пути. Нардаран стал родными, родным местом, родным местом. Я каждое лето, начиная с 73-го года, каждый год приезжаю сюда. На два-три месяца. Я здесь работаю, мне здесь комфортно. Я другого отдыха не представляю. Рыбаки, море, люди, окружающий пейзаж. Все это приобрело для меня огромную цель. Огромную цель. Здесь появились у меня друзья. Я делал с них наброски. Я делал с них картины. Я писал здесь на терморке. И вы знаете, этот целый мир открылся для меня совершенно какой-то необыкновенный и серьезный. И какая-то линия творчества пошла. Слово «Нардаран» в Москве знает по моим произведениям. Портреты представителей фауны. Это интересно. Вы знаете, когда начинаешь приглядываться? Когда начинаешь приглядываться, ты видишь, насколько мир богат. Нельзя каждый раз опрокидывать палитру на холст. Каждый раз. Я пользуюсь красками для того, чтобы больше выразить содержание. Д può быть вам любим cover на холст. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я решаю то, что от меня зависит. КОНЕЦ